Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все пропало! Огонь! Привет! Очередной кухонный спор разыграется вот-вот на ваших глазах. Сегодня будут спорить почти два настоящих грека, пояснять, чье блюдо максимально греческое. В Греции умеют спорить вкусно и изящно. Именно там придумали Олимпийские игры. Там выясняют, кто сильнее. Именно там придумали философию и демагогию. Выяснить, кто умнее и нуднее. И, кстати, именно в Греции придумали катапульту. Самый веский аргумент в споре. Именно сегодня я выбрал меню Греции. Ну вот, наконец-то я получил конверт от ведущего. Сейчас мы узнаем, какое все-таки блюдо я буду готовить, какой национальности. Опа-на! Греческая кухня. В принципе, очень уважаю эту кухню, поскольку она европейская. А я, как говорил, европейскую кухню очень люблю. Я занимался очень долгое время греческой кухней, поэтому я думаю, что мне здесь будет точно легко. Так, дали денежку. Опа! А вот и бонус на продукт. Ну что, пойдемте купим продукты? А греческие сыры есть какие-то? Греческие сыры есть какие-то? Сейчас не знаю. А у вас греческих сыров нет? Только такие наши? Греческих нету? А что-то похожее на греческие? Ну смотрите, если мы, в принципе, не можем найти греческий сыр, можно взять брынзу, наверное, что-то из этого рода. Адыгейский сыр тоже подойдет, в принципе, сыр, который нам нужен. Баклажаны, да. Хорошие, плотные. Бывают, попадаются. Это хорошие. Килограмм баклажанов тогда положите, пожалуйста. Смотрите, когда выбираете баклажаны, очень важно проверить их на мягкость, чтобы они не были мягкими. Баклажан должен быть всегда упругий. Ну, цвет, естественно, внешний вид сразу. Лук также, он должен не проминаться, очень плотный будет. Лук мне полкило. А это что за сыр? Я нацвали. Что за сыр? Я сейчас вам покажу. Ну, вот брынза, в принципе, нам подходит. Только единственное, конечно, лучше взять сыворотки его. Я раз он наню. Если очень хотите. Мне чуть-чуть. Возьми, все возьми. Ложкой бери. Спасибо. Прижимай руки, чтобы она не упала. Помидоры, я думаю, что выбирать лучше узбекские, потому что они самые сладкие, считаются очень ароматные. Сейчас как раз пошел уже сезон. Поэтому рекомендую только, даже если особенно в салат, поэтому очень интенсивно, очень яркий вкус у них. О, баранина. Молодой? Молодой. Задок. А только задок есть? По мякоти что? Лопатка, задок. Возьму орегано себе, возьму корицу, бадьян. Я знаю, что это комбинация спеца, и мне точно пригодится. Вот молодой, да, более-менее похожий. Они по запаху даже отличаются. Потому что если старый баран, он более вонючий такой, да? Он такой более жилистый, можно так сказать. А здесь, видите, он молодой, он такой молочного цвета, можно так сказать. Мне вот говядину для фарша, что-нибудь, что предложите? Шейка. Шейка? Чтоб не сильно жир. Все, отлично. Говядину, когда выбираете, самое главное запах проверить, внешний вид, чтобы оно было слегка такого розового оттенка, не бордовое. Если будет мясо бордовое, оно будет жесткое. Так, ну продуктами мы закупились. Теперь осталось приготовить и всех порвать, как говорится. Я примерно уже знаю, что я приготовлю. Я думаю, что в этой битве мне будет очень легко и легко она дастся. Приготовлю я вам что-нибудь очень вкусное и впечатляющее, которое вы сможете повторить у себя также на куб. Что я написал? Эллад. Что значит по-русски? Греция. Что связывает нас с Грецией? Ну, большинство из нас связывает себя узами Гиминея. Это древнегреческий бог, покровитель брака. Кто-то связывает себя клятвой Гиппократа. Тоже грек. Отец основатель медицины. Что для нас Греция? Отпуск. Зевс. Греческий салат. Шубы. Почему шубы? Потому что... Спасибо, что спросил, парень. Только на тебя была надежда. Почему шубы? Потому что в Греции огромное количество меховых фабрик. А вот греческий салат – это миф. Его в Греции не существует. Есть салат, который называется деревенский, он тоже из овощей и сыра, но как такового греческого, в нашем с вами понимании, такого салата нет. Знаете, что греки едят больше всего? Больше всех остальных людей в мире. Оливье? Нет. Сыр. На душ населения приходится в год порядка 30 килограммов сыра. В России 5 килограммов, просто для сравнения. А знаете, какой сыр придумали греки? Греческий. Сыр таки. Потрясающе. Адыгейский. Ребята, умница, верно. Что является продуктовой основой кухни греков? Морепродукты. Морепродукты, все верно, потому что страна находится на континенте, а вся остальная ее часть, это огромное количество островов. Греция омывается сразу четырьмя морями. Наверное, только в Греции можно увидеть развешенных на белевых веревках осьминогов прямо с прищепками. Вяленый октопус, осьминог, это любимый деликатес греков. Итак, наша история сегодня, конечно, не о победителях и не о проигравших. Сегодня мы будем говорить о Греции еще очень много раз. Прежде всего, сегодняшняя наша программа – это драйвовая вечеринка друзей. И если вы готовы, дорогие любители еды, пришло время достать ножи. Встречаем первого философа современной греческой кулинарии – Эльмир Аскеров! Чтобы победить, нужно с силой духа, во-первых, не сдаваться никогда, всегда только вперед, как бы, ну, всегда идти к своей цели. Привет, Эльмир! Сегодня тебе достается эта половина моей кухни. Встречаем еще одного шеф-повара, знатока греческой кухни – Алексей Овчинников! Я держу победу по-любому, вот, ну, потому что я, наверное, сам по себе готовлю так, как мне нравится, наверное, ну, и поддерживаю, конечно, традиции тех блюд, которые я готовлю. Привет, Эльмир! Мое рабочее место, предполагайся. Расскажите, что вы решили готовить, Эльмир? Я буду готовить сегодня мусаку из говяжьего фарша, да. Чудесная. Это такая греческая запеканка. Я решил приготовить греческое рагу. Называется оно ювентаси. Его очень любят, наверное, употреблять греки в зимнее время, когда у них более холодно, наверное. Ну, у них бывает, скажем так, прохладно. Прохладно, да, скажем так. Это блюдо популярно на Балканах. Я сам на четверть балканец, я молдаванин, поэтому я знаю это блюдо, но оно везде разное. У нас оно называется гвеч. Непростой выбор вы сделали, парни. Итак, расскажи, пожалуйста, Эльмира, почему мусака? Ну, просто все привыкли, что греческая кухня – это больше рыба, там, морепродукты. А я хотел бы показать, что греческая кухня – это еще и мясо. Поэтому выбрал мусаку. Леш, ты тоже решил психануть по мясу, поэтому выбрал мусаку. Причем я еще выбрал еще баранину, которую редко можно приготовить нормально, можно так сказать. Запах и вкусовые такие качества тоже влияют очень. Поэтому решил рискнуть. Как сочинец, брат, могу тебе посоветовать мариновать в киви. Очень классно получается. Вообще мариновать не буду. Итак, важная деталь. В финале ваши блюда будут оценивать не только талантливый, богом поцелованный артист, не только эта молодежь, сидящая за столиками, но и трое настоящих, не древних, а ныне живущих этнических греков. Они сейчас находятся в тайной комнате. Чтобы вы понимали, она настолько тайная, что это вот здесь. Как говорят олимпийцы, чем короче старт, тем ближе финал. Поэтому напоминаю, у вас всего 30 минут. Никакое грецкое блюдо не готовит быстро за пользу са. Никакое. Особенно горячее. Вы готовы? Да. Тогда давайте все вместе. 5, 4, 3, 2, 1, огонь! АПЛОДИСМЕНТЫ С чего начинаем готовку? Нарежу кубик и потом обжариваю. Ясно, Эльмир, потрясающе. Ничего интересного, я Клеша. Ну давай. Алексей, расскажи, что самое сложное в этом блюде? Ну, кроме того, что это баранина, это уже априорно сложно. Самое сложное, это потушить правильное мясо, мне кажется. Потому что... Оно будет гореть, его нужно будет тушить. В общем, я для этого горелку-то и принес, понимаю, да? Понятно. Самая первая ошибка, которую сейчас я вижу про ювеци, это мясо. Мясо. Это совсем другой рецепт, совсем другое блюдо. Ну да, если это баранина, то это ошибка. По-моему, он очень мелко резит баранину для ювеци. Ну, она должна приготовиться очень быстро. А, из-за того, что времени нет. Ну, история ювеци, наверное, в том, что, наверное, как и во всех европейских странах, ну, давным-давно, были... Когда ты еще был молод. Когда я еще был молод, конечно же, да. Везде существовали пекарни, домашние пекарни, наверное, так. Вот. И в этих пекарнях, когда остывали печи, это были именно дровяные печи, когда они уже приготовили на целый день уже хлеб, печка остывала, они брали горшочки и готовили себе ужин. Оставляя в этой печи? Оставляя в этой печи, пока она остывала. И вечером они садились всей семьей с горячим хлебушком. Это ювеци, если делись правильно, ювеци, это более бережные, более вкусные. Как готовится мусака, Эльме? Для мусаки нам нужно, получается, лук, репчатый обычный говяжий фарш, сыр, можно взять любой сливочный сыр, в данном случае я взял российский, чуть мускатного ореха, орегано-специя, сливочное масло. Хватит, хватит, мы все потом напишем. Баклажаны и картофель. Баклажаны и картофель. Да. Спросим Алексею. Она будет слоями, типа лазанья итальянской. Вот, типа лазанья. Теперь все встало на свои места. Я приеду домой сегодня, буду готовить лазанью, не буду готовить мусака. А я уже думаю, про мусаку мне готовить. Итак. Что? У меня, в принципе, все гораздо проще, можно сказать. Просто в горшок покидал все. Просто покидал все в горшок. Да нет, на самом деле, чем это интерес, почему это именно рагу, да? Во-первых, то, что сюда идут овощи. Причем небольшое количество, это морковка, лук, помидоры, это самое главное. Просто видишь, как очень много овощей. Сколько много мяса, лук, сколько лук. Это по-моему. Да. Ну там килограмм. Килограмм точно. Да, есть. Итак, пошли на очередь баклажаны. Баклажаны нарезаем. Или как называют их в Одессе, синенькие. Слайсами, так сказать, толщиной где-то по полсантиметра. Запишу, слайсами. Мы их будем потом обжаривать. Когда мы готовим мусака, баклажаны, что нужно сделать, чтобы горчинка ушла? Посолить. Они должны постоять минут 15 максимум. На воде. На соли, да. Чтобы они были соленными, чтобы ушла горчинка. А какое твое любимое греческое блюдо? Я очень люблю морепродукты на гриле. Какие именно? Кальмарчиков, осьминожек. Берешь таких маленьких и смотришь, как они горят. Обожаю. Моя супруга больше любит гребешки. Эльмир, порыдали над луком, переходим к картофелю. Синенькие у нас уже готовы, они же баклажаны. Еще пока не готовы, я их только нарезаю. А что ты будешь делать с фаршем? Он будет выкладываться полуготовыми слоями? Нет, сначала мы обжарим лук, потом мы обжарим фарш. Добавим томатный соус, потом чуть корицы. То есть, в большом счете, стандартная заготовка? Да, тушение будет. Это будет заготовка под пасту баланьеза. Да, похоже, очень похоже. Потом я сделаю соус бешамель. Это мука, сливочное масло, яйца, сыр. Одну секунду, Эльмир. Я возьму. Это для слюны, когда ты рассказываешь, я просто... Но грек запатендовал. Да? Да. Целемендез. А, да. И поэтому она взяла название греческое блюдо. Ага. Что мы делаем с морковью? Кроме того, что нарезали и бросили ее в... Сейчас мы все это будем обжаривать. Ух! Вот, в первую очередь мы обжарим это лук. Так. Дальше мы будем обжаривать морковку, добавим лук-порей. После этого все у нас... Когда обжарится до золотистой корочки, мы это снимем с огня. Будем обжаривать мясо. Угу. Как у нас мясо колернется. Колернется. Колернется, да. Запишем еще одно слово. Запишите, да. Как у нас мясо колернется. Так. Соответственно, мы туда введем наши овощи, добавим туда вино. Думаю, будет очень интересный вариант плевом. Да, 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 да. Плев с арзовом. Да, 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 да. Самый главный ингредиент это у нас. То есть ты хочешь открыть бутылку вина. Я уже открыл. И вылить его. Я открыл уже. Я вижу, в деконтере уже стоит. И вылить это вино в блюдо, да? Конечно. В дрибезги. Ну, знаете. У нас в Молдове так не делают. Я тебя оставлю. У нас в Молдове блюдо финально готовится уже в человеке. Поэтому наливается вино, остальные ингредиенты. Так интересно, это блюдо выливает. И садишься к батарее и ждешь. Главное, чтобы ребята вкусно приготовили. А то я что-то проголодался. Думаю, будет очень интересно. Последние несколько минут я ощущаю себя, как на чемпионате по теннису Ролан Горос. Знаете, они что-то делают, я ничего не понимаю. Парни, продолжайте. Я пообщаюсь немного с нашими гостями. Освобождаю плиту. Ребята, хочу развенчать еще один миф, в который вы, наверное, верите со школьных лет. Помните, чему вас учили на уроках математики? Да. Пифагоровые штаны. Пифагоровые штаны. Он не носил штаны. Он носил что угодно. Хламиды, туники, все что угодно, но не штаны. Предлагаю вспомнить великих героев Греции. Можете вспоминать героев мифов, можете вспоминать реальных философов. Тот, кто вспомнит больше всего, удостоится право проголосовать в конце и попробовать блюдо. Начинаем. Итак, герои Греции. Прошу. Геракл, Одиссей. Геракл, Одиссей. Одиссей. Одиссей откуда? Это настоящий? Реально живущий персонаж? Нет, это выручный. А, хорошо. Подсказка. Кто написал Одиссею? Гомар. Симпсон, правильно. Гомар Симпсон. Молодец. Движемся дальше. Еще. Аристотель. Аристотель, да. Назовите самый известный греческий танец. Сертаке. Сертаке. Это древний танец? Или современный танец? А тут стоит задуматься. У тебя есть время, пока я нагнулся. Я думаю. Я бы не сказал, что Сертаке самая известная. Самая известная. А почему не Зебекику? Потому что Сертаке это... Осталась популярная? Да, сам популярная. После Зорба. На самом деле Сертаке впервые станцевали актеры в фильме «Грек Зорба», который вышел на экраны только в 1964 году. Это не национальный танец, но просто он так понравился грекам, что они с тех пор танцуют его как национальный. Энди Никуин, когда снимал этот фильм, он подвернул ногу. Да? И шаги, которые он делал, это были его придуманы. Ну, не придуманы так, потому что он не мог ногу повернуть. И вот вышел Зорба, «Грек». Есть желающие? Танцевать? Да, прикиньте. Пойдем. Идем. Давай. Ребята, ради вас мне пришлось раздеть несколько местных официантов. Хорошо. Разбирайте. Мы все будем делать так, как настоящие греки в фильме «Грех Зорба», поэтому это нужно повязывать. Так ответственно. Это надо, как нас в школе учили, шаг налево, шаг направо. У меня получается. Бабушка, ты меня видишь? Раз, два, три, и ножка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, и вправо. Ну, для сельского клуба пойдет, хорошо. Хореографический квинтет. Заказывайте на дни рождения, свадьбы, похороны, скорее всего. Видно, чтобы весело им было. Да. Главное для церкви, чтобы было весело. Ну что ж, как говорится, делу время, потехе час. Время, отведенное на приготовление, начинает уже таять. И мы зададим вам последние несколько вопросов. Не крайние, я без этих предубеждений. Последние вопросы. Чем провинились томаты перед тобой? Что это? Да вот, видишь, можно было сделать одним способом. Это поставить воду в кипяточке, потом почистить. А мне именно хочется, чтобы все-таки какой-то аромат, наверное, был. Костра, наверное, что-то такого. Печки-то у меня нету здесь, к сожалению. Это самое выигрышное место на этой кухне. В принципе, вот так постоял минут 5, уже поел. Да, очень нравится. Давай возьмем его винишко, кинем это туда, погреем. И сделаем глинтвейн. Круто! 100 миллилитров красного вина. Опа! А сейчас мы узнаем, умеют ли два шеф-повара на одной кухне дружить. Эльми попросил 100 миллилитров красного вина для приготовления у Алексея. Пожалуйста, Эльмир. Им побольше. Ааа, so sweet! Давайте я спрошу ребят, скажите, пожалуйста, на кого вы на этом этапе, на кого вы ставите? Кто ставит на Алексея? Поаплодируйте, Леша. Окей. А кто за Эльмира? Спасибо. Глаза не больше любят. Ты им что, жизнь спас? Или они тебе денег должны? Я переживаю за Эльмира. А за Алексея не могу ничего сказать, потому что это не Вивети. Итак, ты дожариваешь лук и морковь, и сейчас переходишь к баранине. Все правильно. И, в общем, все. Дальше мясо. С тобой неинтересно, я пошел к Эльмиру. Окей, заходи еще. Круто. Вообще, на самом деле, баклажан удивительный совершенно овощ. И он самодостаточен. Он, в принципе, пожаренный с солью и перцем уже является самостоятельным блюдом. Даже с сыром заворачиваешься, надо. Кушаешь. У тебя уже цветы, кстати, очень вкусные. Я сочинец, братан. У нас там все, значит, заворачивают в рулетике. Абсолютно все. Дай, Рязан, автоматик. Ну дай, ну дай, ну дай. Ради бога. Ради бога. Что это? Могу побольше. Да, хочу шеф. Вообще без права. Кайф. Руби. А дури сейчас исполнять буду, Смайли. Я пойду пока. Я поучу переложу. Можешь пока повести выпуск. Сегодня новая телепередачка. Сегодня у нас день самоуправления. А я уже обжарил овощи. Чудно. А я тебе уже подготовил томаты. Ну что ж, мы движемся к финальной стадии. Я так понимаю, скоро все эти ингредиенты начнут складываться в одно общее блюдо. Заиграются. Все правильно. Главное, чтобы оно... Вы так прям дружите во время готовки. Главное, чтобы у вас не получилось из этих ингредиентов реально одно блюдо. А мы одно готовим. Мы должны оценить. Есть такое поверье, что в Греции есть все. Ну, как на моей кухне. Чего нет в Греции? Помело нету в Греции. Конечно, есть. Где есть? Снег. Помело. Снег, он сказал. Снег есть много. Есть в Греции снег? Да. Да? В горах. В горах. В горах. Угу. И это... Правильный ответ. Ладно, хорошо, окей, он есть. Но он выпадает буквально на 2-3 дня. Конечно. Да, ну технически он есть, поэтому еще один балл тебе. Парни, звезды стынут. Давайте переходите к финалу. Картофель нужно обжарить, чтобы усилить ароматику. Обычно ее кладут с собой. Опять он продолжает это вкусно рассказывать. Картофель надо обжарить, чтобы усилить ароматик. Да, некоторые просто закладывают, что овощи не обжарены, поэтому вкус чуть другая. Да, действительно, идиоты. Я такого не сказал. Я сейчас буду обжаривать пасту Орза. Угу. Что бы это ни значило, пойдемте посмотрим. В Греции эту пасту называют немножко по-другому. Так. Ее называют Крифараки. Крифараки молодец, знает. Это маленькие макаронные изделия. А, когда он добавит их, давай посмотрим. Вот, видишь, какой? На что ли похоже? Рис же, да? Ну, типа того. Ну, только это не рис, это паста. Это паста. А я пока обжарю. Будьте любезны, пожалуйста. Спасибо, Лиза. Эльмир добавил. Он обжаривает Крифараки. Он уже хороший вариант, это тоже. Хороший вариант, но не для домашних условий. Да. Не для домашних условий. Это ресторан. В Крифараки не надо жарить. Я так понимаю, что все это будет доводиться в духовых шкафах, да? Да. Правильно. Да, да. А знаешь, почему? Потому что я профессионал, я умею готовить. А я пока... О, Господи, Леша, посмотри! Что там? Не знаю. Давайте что-то есть. Всегда работает. Самое главное, когда картофель обжариваем, чтобы... Не нужно его солить, потому что картофель сразу развалится. Хозяйки на заметку. Да. Леша, что ты добавляешь? Смотрите, я добавил молотый кумин или зира. Зира, да. Да, все по-разному его называют. Это именно молотый, можно купить в магазине не молотый. Я знаю. Ну и, как я говорил, главный ингредиент, это здесь именно палочки корицы. Палочки корицы. Потому что она именно дает такой сладковатый привкус. И, ну... То есть, по большому счету, основа уже готова. Нет, сюда еще надо добавить вино. Я вот обожаю вот это, когда там морковка, картошка и обычную колбаски на рельс сделать красным соусом сделать это все. Вот прям вот то, что вот моя мама готовит. Вот оно. А вот ювейцы, конечно, очень креативно. Да, ювейцы. Очень креативное решение. Прям хочу попробовать. Я тоже хочу попробовать, да, 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 что получилось. Ты сейчас делаешь бешамель? Да, соус бешамель. Я умный, я запомнил. Там масло топит. Я знал, что это бешамель. Ты молодцом. Это правда. Ну, знаешь, соли все-таки мало. После чего ты прослаиваешь вот здесь. Или здесь я возьму вот такую вот форму и буду, если выкладываю, да, слои. Бешамель поливается по итогу сверху или слои? Некоторые промазывают каждый слой, но я заливаю именно верхний слой, как шапочка. И потом, как Наполеон, в холодильник на несколько часов, чтобы настоялся, пропитался. В холодильник на духовку. Хорошо. Он пытается сделать слоями. Да. Мусакас почему стоит еще и почему он его еще не поставил? Это мусакас, который добавит в духовку. Ждет. Одно и времена. Пока выкладывается слоями мусака, я напоминаю, кто есть кто и кто готовит какое блюдо. Давайте в лучших традициях ring announcement, как на боях без правил. Ladies and gentlemen, in the right corner, Эльмир Мусака Аскера! Прямо сейчас Эльмир раскладывает слои мусаки. В первой пошла картошка. Итак, in the left corner, make some noise for him. In the left corner, Алексей Гевеци of Chinnikov! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас... Да что ж ты делаешь с аматами-то, а? Ирод! Еще и черри опалил. Это так. Для красоты. Ребят, не шеф-повар, просто огонь. Подача, можно сказать, оригинальная. Да. Ребята, давайте-ка пока мы определимся с теми, кто выйдет в жюри от зрителей. Я отправляюсь к вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, кто же эти счастливцы? У нас определились сегодня знатоки греческой культуры, а также короли-сертаки. Из них и сделаем выбор. И это будешь ты. Это будешь ты. И чисто из мужской солидарности. Девочка много не стоит есть. Фигура, все дела. Поэтому иди сюда. Мы-то просто с тобой красавцами родились, да? Сразу. Как тебя зовут? Илья. Не расстраивайся, всякое бывает. Илья, как тебя зовут? Илья, Илья. Закрепили, молодец, хорошо. Ну, девочки, будете сидеть или отправитесь сюда? Пойдемте, идемте. Ну, давайте знакомиться. Скажите, у вас здесь есть друзья, подруги? За столиками еще остались? Ну, бывшие друзья и подруги. Да, бывшие, скорее всего. Которые, провожая вас, я порой еще взгляды беру такие. Ну, как старые, так и новые появились, судя по всему. Нет, не надеюсь. Так вот, давайте представляться. Как зовут тебя? Аля. Аля. Это полное имя, да? Нет. Алифтина? Нет. Альбина? Нет. Алла? Нет. У меня много времени. Александра. Александра. Да. То есть ты Шура, а не Аля. Это я еще не начал петь Александра, Александр. Этот город наш с тобой. Как зовут тебя? Августина. Августина. И, наверное, стандартный вопрос. Ой, ты, наверное, родилась в августе? Да. Ты родилась в августе? Нет, немножко родители не угадали. У меня тоже не угадали. В сентябре. В смысле я не угадал. У меня есть дочь Марта, все в марте, я говорю, нет, в апреле передержали. У меня родители также отвечают. Круто разминаете вкусовые пупырышки, потому что именно от вашего мнения будет, возможно, зависеть судьба одного из этих парней. Я ценно болю для Алексея. Я хочу результат, потому что очень аппетитно, и я прям сейчас хочу порваться туда, уже на кухню, прям вот съесть это с колбасками, даже не мясом, а с колбасками. Подожди, все, хватит, я езжу. Дай закончу. Остаются считанные мгновения, ребята приступают к сервировке, а мы вместе с вами считаем и пять, четыре, три, два, один, стоп! Ага. Тоже поаплодируем, молодцы. Окей, у вас есть еще считанные секунды для того, чтобы закончить сервировку, потому что именно эти трое голодных людей будут отдавать свои звезды за вас, повара. Я приглашаю вас, идемте со мной. Прошу вас, проходите на эту сторону. Итак, если вы хотите проголосовать за блюдо от Эльмира, кладете звезду сюда. Если за блюдо от Алеши Овчинникова, то звезду кладете в эту ведро для льда. Я проголосую по финалу, но не забываем, да, что мы еще ждем звезды от наших экспертов, и встречайте их аплодисментами. Ваши овации. Ну так. Шеф-повар Дионисус Тенас. Даша овация. Здравствуйте. Элени. Здравствуйте. Элени Гуанулату. Катерика греческой товара на Москве. Ну и Янис. Янис, пожалуйста, извинитесь. Ваши аплодисменты. Итак, уважаемые эксперты. Калу. Калисперо. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Я плохо... Я знаю только спасибо и добрый день. Поэтому на этом остановимся, перейдем на русский, столь привычный за эти годы к вам. Я прошу вас занять место с этой стороны. Приступаем к дегустации. А что это я здесь стою? Вот и вина. Нет ничего хуже, когда ты угощаешь блюдом, которое я приготовил своими руками, национальным блюдом, представителя этого этноса. То, что внутри тебя, как натянутая струна, все нервы. Там есть мускат-орех. Добавили? Да. Ну, думаю, надо еще чуть-чуть. Мне понравилось. Вкусно. Да. Мне тоже понравилось. Да, да, да. Очень похоже. Что вы скажете по поводу Алексея? Очень вкусно. Сочное мясо. Мизное? Мизное, да. И очень, могу сказать, что да. Обе блюда очень достойны. То есть они аутентичны для Греции, да? Аутентично это вот это. Ну, то есть, которое близко очень. Это блюдо очень вкусное. Но не могу сказать, не можем сказать, что это. Это, скорее всего, как авторский. Вы можете вынести свое мнение в совокупности факторов. Вкус, аутентичность, творческая составляющая. Кто-то перевел фантазию, и она сыграла ему в плюс, быть может. И после этого положить звезду сюда. Я столько ждал. Напоминаю, это за Эльмира. Это за Алексея. Начинаем. Янис. Это Эльмир. Эльмир. Это Алексей, да? Да. Янис, скажи, пожалуйста, почему ты сделал такой выбор? Потому что мусака сделать и вытащить его, выложить его на тарелку, и чтобы бешамель, она не стекла, это надо уметь сделать. И у Эльмира это удалось. Ну, правильно приготовил. Очень правильно. Ясно, спасибо. Эльмир. Эльмир, прошу, делайте вашу выбор. Я прошу, да. По аналогичным причинам. Ясно. Денис, яс. АПЛОДИСМЕНТЫ Честно, по вкусу от оба мне очень понравилось. Очень. Честно, я сомневался для тебя, Алексей, потому что мы в Греции делим по-другому. И я рад, что получилось очень вкусно. И мусакас очень вкусно выглядит, очень вкусно. Бешамель, все это... Знакомьтесь, Дионисиус – мастер интриги. Да. Ну, это будет Алексей. Спасибо. Спасибо, Людмила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вообще что то блюдо, что это пробовала впервые, но все-таки я отдаю свою звезду Алексею. Мне безумно понравилось. Для себя я, наверное, больше определю именно блюдо Эльмира. баранина это все-таки достаточно изысканный вкус и он... Очень сложная задача Да, он правда сложный но он получился хорошо все равно, наверное, мой выбор будет за Эмир Оба блюда очень вкусные очень насыщенные ингредиентами я их пробовал оба первые в жизни, никогда ничего подобного не ел, это просто в самой вкусной жизни, что я ел когда-либо но, тем не менее на мой взгляд, у Алексея была более сложная задача именно из-за баранины потому что тяжелое мясо, тяжело готовиться и так далее, поэтому мой голос дается Алексею Эльмир в самое сердце очень вкусно, невероятно но я как представитель балканского народа поражен абсолютно гвеч как у нас называют это гвеч очень круто, Лех за тебя АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж считаем по результатам нашего кулинарного путешествия в Грецию АПЛОДИСМЕНТЫ Эльмир Три звезды АПЛОДИСМЕНТЫ После непродолжительных математических выводов зная, что всего звезд семь можно сделать процесс решения что четыре звезды достаются Алексею Овчинникову Итак, ваши овации заслуженные победителю Алексея Овчинников Поздравляем со вторым местом и свое серебряное ничто получает Эльмир Аскеров Искренние овации вам, зрители и вам, эксперты большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Греческие блюда простые и гениальные как древнегреческая философия но рано или поздно нужно делать выбор чья философия тебе ближе даже на кухне Мир, труд, еда Спасибо, что ели с нами До встречи на нашей кухне И помните самое комфортное путешествие вокруг вкуса АПЛОДИСМЕНТЫ